Всем привет! Меня зовут Маша и я рада вас приветствовать на своем канале о вещах и секонд-хенда. Сегодня покажу вам последний день завоза из магазина Econom Class, цена за килограмм 33 гривны. А начну с вот такой яркой блузы от британской сети магазинов, красивый такой насыщенный цвет, блуза прямого кроя, она абсолютно простая, на груди два крупных накладных кармана, прекрасное качество, это шелк, он плотный, он приятный на ощупь, к сожалению есть дефекты спереди пятна и сзади такие же, непонятного происхождения, похоже как жирные, я не уверена, что их можно будет вывести, шелк, ткань довольно капризная, поэтому блузу, к сожалению, я оставила в магазине, стоила на 5 гривен. Еще одна подобная блуза, подобного фасона, легкая, простая, без каких-либо украшений, спокойный холодный оттенок, хорошее качество пошива, хорошая ткань, в составе здесь 83% модала и 17% полиэстера, размер это 14, состояние хорошее, не знаю почему ее не купили, я не нашла каких-либо дефектов, стоила блуза 6 гривен. Если тема секонд-хенда вам интересна, то не забудьте поддержать меня подпиской на канал, поставить пальчик вверх под этим видео, если оно вам понравится, и конечно добро пожаловать в комментарии, пишите, что вы думаете о моих сегодняшних находках. Еще одна блуза от английского бренда, это в 12 размере, понравился мне здесь, конечно, цвет насыщенный, зеленый, снова абсолютно простая базовая вещь, даже пуговички здесь скрытые, ткань приятная на ощупь, она довольно плотная, не просвечивается, это вискоза, состояние хорошее, есть небольшая дырочка, но она по шоу и исправить ее не составит труда, стоила блуза 6 гривен. Джемпер из мужского отдела от бренда Lyle Scott, размер M, в сером цвете, на груди небольшой логотип бренда, выполнен этот джемпер из шерсти мериноса, он не колючий, тоненький, приятный к телу, также странно, что его не купили, возможно, джемпер немного сел, мне кажется, он не соответствует размеру M, ну и не сезон, конечно, цена 8 гривен. Яркий джемпер от британского бренда в размере S, несколько раз встречала в секонд-хенде этот бренд, хорошего качества вещи, обратите внимание, если вам он попадется, джемпер симпатичный, нежная расцветка, ткань хорошо тянется, выполнен он из вискозы, нейлона и эластана, состояние хорошее, цена 12 гривен. Комбинезон от масс-маркет бренда, размер небольшой, это шестерочка, он в белом цвете, с длинным рукавом, верхняя ткань с красивой вышивкой решелье, есть также подкладка, так что просвечиваться комбинезон не будет, он новый, присутствует и билька из магазина, неплохо выглядит, нарядно, но, повторюсь, размер маленький, цена 15 гривен. В этой рубашке привлекла меня расцветка, сочетание нескольких рисунков, основной оттенок очень нежный, такой мятный, тактильно рубашка приятная, это вискоза, она тоненькая, легкая, струящаяся, жарко в ней не будет, можно ее использовать и в качестве основной вещи, и в качестве второго слоя, мне кажется, и так, и так будет смотреться прекрасно. Состояние хорошее, стоило блуза 8,50. Платье от бренда Jasper Conoran в 10 размере, выполнено в бельевом стиле, не скажу, что мне сильно понравилась расцветка, но мне здесь понравилось качество, это шелк, он невероятный на ощупь, он плотный, платье не просвечивается, несмотря на то, что здесь нет подкладки, качество, конечно, на высоте, дефектов я не нашла и цена смешная, 2,30. И последняя вещь из этого магазина, это еще одна блуза от бренда Florence and Fred, в 18 размере, красивый, спокойный молочный оттенок, блуза без рукава, простая, выполнена она из переработанных пластиковых бутылок, на ощупь такая ткань интересная, она холодящая, плотная, мне понравилась, но размер не мой, стоила эта блуза 4 гривны. А это уже магазин Smart Store, предпоследний день завоза, цена за килограмм 85 гривен, решила я сходить не в последний день, людей, конечно, ощутимо меньше, все спокойнее, даже удалось подобраться к весам, чтобы сфотографировать. Начну с вот такого интересного кардигана, он новый с биркой, выполнен он на 80% вискозы, остальное это металлизированные нити, но тактильно очень необычная вещь, тактильно будто я трогаю действительно вещь из металла, только такого очень тонкого и гибкого. Необычные ощущения, чего-то подобного я ранее не встречала. Конечно, у кардигана есть дефекты, несмотря на то, что он новый, есть в некоторых местах распустились эти плетения, но в целом выглядит интересно. Еще одна не менее интересная вещь, это блуза от бренда Laura Ashley, спокойный такой холодный серо-голубой оттенок, Блуза украшена цветочной аппликацией, она без рукава, и здесь меня удивил состав, в верхней части это 55% полиэстера и 45% шерсти, подкладка из ацетата. Довольно странный состав, как по мне, для явно летней вещи. Состояние у блузы хорошее. Джемпер от бренда Monsoon в размере M, яркий коралловый оттенок, рукава джемпера 3,25, заинтересовала меня вот эта вышивка в виде ананаса на передней части. Мне кажется, что это ручная работа, что джемпер был изначально однотонный, без этого ананаса, и уже вручную кто-то для себя его вышел. Я так посмотрела на изнаночную сторону, мне показалось именно так. Возможно, я ошибаюсь. Выполнен джемпер из хлопка, состояние хорошее. В одном из недавних видео показывала эту юбку в день завоза от бренда Bodden. Она в 10 размере, вот оказалась в распродаже, никого не заинтересовала. Мне она понравилась, и расцветка хорошая, в меру яркая, и фасон хороший, и состав прекрасный, итальян с хлопком. Но она не подошла мне, к сожалению, по размеру. Мне кажется, что размер маломерит, поэтому не купила. Еще одна юбка от бренда Warhouse, это в 12 размере, длины мини, яркая, цветочная расцветка. Верхняя ткань довольно плотная, плюс еще есть подкладка, юбка не просвечивается. Прекрасное качество, мне понравилось, выполнена она из хлопка, в хорошем состоянии, но длина не моя, и размер не подошел, также не купила. Следующая юбка, скорее всего, винтажная, судя по бирке. Состав здесь, конечно, сомнительный, основная часть это полиэстер с добавлением вискозы, но мне понравился ее фасон, мне понравился ее цвет, такой яркий, горчичный. На самом деле ткань приятная на ощупь, не скажу, что чувствуется, что это полиэстер. И состояние хорошее, немного порвана подкладка, в целом не критично. Из обуви мне понравились вот такие лаковые слингбеки, яркие, от бренда Marks & Spencer, судя по всему, они новые, но размер небольшой. На этом я буду с вами прощаться, спасибо, что досмотрели видео до конца, я надеюсь, оно вам понравилось, буду благодарна вам за подписку на мой канал, это помогает ему развиваться, мне совсем немного осталось до 5000 подписчиков. И поставьте пальчик R под видео, мне будет очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok